На совещании губернатору доложили, в каких муниципалитетах не выполнили в срок поставленные задачи. Так, в Брюховецком районе не успевают сделать капитальный ремонт в Доме культуры и школе. Деньги на это выделили из краевого бюджета, однако подрядчик затянул работы. Во время совещания глава муниципалитета пообещал, реконструкцию соцобъектов закончат до конца года. Есть вопросы у контрольного управления и Кустлобинскому району. Там не могут решить, что делать с заброшенными зданиями. Три года назад муниципалитет попросил краевую власть передать их для реконструкции. По планам там должны были сделать детский сад и школу, однако к работам так и не приступили. Со временем здания стали ветшать и восстанавливать их уже просто нерентабельно. При том, что в районе высокая потребность в образовательных учреждениях. Время вы упускаете. У вас там есть отговорка. И вот на школу тоже отговорка. Только отчитываемся, что детский сад, как передали, простоял полтора года. Школа стоит тоже непонятно сколько лету. Такая непригодная. Тогда или сносите, или реконструируйте. Ну что-то делайте. Сотрясаем воздух и ищем оправдания своей бездетельности. Должна быть активность. В первую очередь глав муниципальных образований. А мы эту активность максимально подхватим и поддержим. Не начнем движение. Не начнем двигаться. И ничего не будем иметь. Однако нередко муниципальная власть не может в одиночку решать наболевшие проблемы. В таких случаях к вопросу должны подключаться краевые чиновники, считает Вениамин Кондратьев. Руководителям профильных ведомств губернатор советует не засиживаться в кабинетах, а выезжать даже в самые отдаленные районы Кубани. Коллеги, вы ездите в районы. Неконтрольные управления, они малочисленные. Но вы, у вас армия. У вас свои управления в муниципальных образованиях находятся. Но туровед – это средство того, что, коллеги, вами не делается, если по большому счету. Вот я сквозь единственный его доклад по любому вопросу. В целом боюсь, что эта система только в кавычках везде. Еще раз подчеркиваю, ездите там, где люди живут, простые. Пройдитесь по этим улицам, посмотрите вокруг, справа, слева, что происходит и поймете, что нужно делать. Еще один вопрос, который затронули на часе контроля – выделение земельных участков для многодетных семей. Как напомнил Вениамин Кондратьев, в первую очередь это зона ответственности районных глав. За последние семь лет землю для строительства домов получили больше 14,5 тысяч семей на Кубани. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.